добрый день дорогие друзья дорогая семья во христе слава богу сегодня у нас сегодня замечательный день который сотворил наш господь и давайте будем сегодня радоваться и веселиться он и как пишется у нас все на дальнем переводе будем радоваться и веселиться будем радоваться и веселиться спасибо большое что вы смотрите наши трансляции и делитесь этими трансляциями потому что нам так важно сегодня и каждый день когда есть еще этот день новый день делиться этой надеждой а у нас друзья удивительная надежда с великая надежда которая сокрыта сегодня в нашем в нашем спасении нашим спасителе и поэтому мы собираемся здесь собираем вы собираетесь там где бы вы ни были вы можете может вместе с кем-то вместе посмотреть эту трансляцию и поразмышлять о горнем поразмышлять нашим нашей жизни с богом о наших взаимоотношениях и об этом сегодня будет также наша трансляция будем говорить сегодня о близости итак давайте мы вначале прослаем его в нашем поклонении я веду наш трансляции из комнаты моих детей павлуша и настюши это их святое святых тут они играют тут они спят и это очень драгоценная комната в которой которой я люблю находиться потому что я становлюсь здесь как дитем как дитя становлюсь вот и давайте просто буквально несколько несколько мгновений успокоим наше сердце не будем торопиться у нас была возможно очень напряженная неделя мы хотим пригласить нашего господа сегодня наше сердце сегодня как ни странно эти слова когда он говорит что вот стою двери и стучу они обращены друзья не к неверующим людям они обращены к церкви и там говорится что вот я стою двери и стучу и кто услышит голос мой и отворит я войду к нему и буду вечерей с ним я он со мной это говорится к нам друзья и мы верим что сегодня он приготовил для нас вечерю это вечеря очень обильный и 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 о тебе сегодня живой ты живой душа моя стремится к Богу живому когда приду и увижу его я тебя Добро пожаловать Господь Дух Святой добро пожаловать в сегодня наши дома наши обители мы приглашаем Дух Святой потому что ты Господь и ты сказал что там где двое или трое собранного имя Мое там буду я ты сказал что там где Дух Господень там будет свобода там будет освобождение и спасение будет слава тебе Господь мы верим что ты пришел чтобы снять завесу с наших очей чтобы нам открыть Открыть Твои тайны, открыть Тебя, Господь. Вот мы, Господь, мы открыты для этого. Мы открыты для того, чтобы Ты открыл нам Себя. Чтобы Ты зажег это пламя внутри нас. Твоей любви к Тебе же, Господь. И друг к другу, к Святым Твоим. И к тем, кто еще не знает Тебя. Слава Тебе, Господь. Славь, Душа, Господа. Славь, Душа, Имя Святое Его. Славь, Душа, Имя Святое Его. Пой, Душа, Благослови, Господа. Славь, Душа, Имя Святое Его. Славь, Душа, Имя Святое Его. Славь, Душа, Имя Святое Его. Новый вдох мой, я буду петь и на закате дня. Славь душа, Господа, славь душа, имя святое Его. Ой, Ему, как никогда, мой душа, благослови, Господа. Велик в любви, ты даешь мне милость, Ты справедлив, и так благ ко мне. За все твои дела я хочу прославить, Что петь тебе есть десять тысяч причин. Славь душа, Господа, славь душа, имя святое Его. О, Ему, как никогда, славь душа, благослови, Господа. И когда мои силы иссякнут на закате дней, Когда время придет, душа моя тебя да будет славить. Больше, чем даже десять тысяч лет. Славь душа, Господа, славь душа, имя святое Его. Славь душа, Господа, славь душа, имя святое Его. О, Ему, как никогда, славь душа, благослови, Господа. О, благослови, Господа. О, благослови, Господа, славь душа, благослови, Господа. Ты здесь, с нами, и мы можем иметь это общение. Мы можем иметь близость. И, в принципе, один из стихов Священного Писания, мы уже процитировали, это Откровение 3, глава, стих 20, где Иисус говорит, что вот я стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит, я войду к нему, и мы будем вечерить. Я с Ним, и Он со мною. Мы хотим сегодня поразмышлять о том, вообще верим ли мы, что мы созданы были для близости. Для близости. Попробуйте сегодня найти хотя бы одного человека, который, может быть, живет сам по себе. Или, скажем так, он решил отделиться, отдалиться от всех людей. И вот он живет сам по себе, делает все сам по себе. И находится, так скажем, находится в полной изоляции от всех людей. И он остался один сам с собой. И мы знаем таких людей в истории. Были такие люди, как отшельники. Они уходили далеко в лес, проводили там время в молитвах, постах. И искали Божьего присутствия. И есть, да, есть такое время в нашей жизни, когда нам необходимо отделиться, отделиться от мира, от людей, в которое мы находим, время в котором мы находимся, и мы ищем близости с Господом. Но в то же самое время, если мы посмотрим на природу человека, до самого начала, да, в книге Бытия, когда Бог сотворил человека, Адама, первого человека, и Он привел к нему животных. И Тот называл всех этих животных, и Он любил их, не знаю, гладил их, кормил их и так далее. Но Господь увидел, что этот человек, этому человеку не нашлось помощника, не нашлось кого-то, да, соответственно, ему. И поэтому Господь смилостивился над Адамом и сотворил для него его драгоценную жену Еву, которую Он назвал потом Евой. И эти два человека, да, они нашли, они говорили на одном языке, они понимали друг друга, они любили друг друга, заботились друг о друге, совершали работу вместе, делали все, что только возможно. Они были единственной парой на Земле, да. И они были созданы для близости. Адам был создан для близости. И каждый человек в глубине своей души, он нуждается в другом человеке, он нуждается в другой душе, скажем так, да. То есть что мы хотим сказать, да, в начале этого послания, этой проповеди? Что каждый человек, он ищет близости с другой личностью, с другим человеком. Он ищет друзей, он ищет людей, с которыми он мог бы разделить свои надежды, свои боли, свои цели жизненные. И когда мы лишены этого, мы чувствуем огромную брешь в своей жизни. Мы чувствуем, что мы не живем полной жизнью. Мы с моей женой прожили в браке около 20 лет, более 20 лет. И как всякие взаимоотношения, они являются отношениями, смысл которых и цель которых, и которые держатся благодаря на самом деле близости. И 13 первых лет у нас не было своих детей, и мы потом, да, в нашей жизни появились наши дети. Павлуша, Настя. И однажды этих существ, да, как мы можем сказать, их человеческих, их не было на этом свете. Но теперь они существуют, да, чудом рождения. И они тянутся к нам, мы тянемся к ним. И почему? Потому что мы видим, что они созданы, они желают близости, они желают взаимоотношений. Так же мы чувствуем по отношению к нашим родителям, и наши родители чувствуют по отношению к нам, к своим детям, к своим многам. Потому что внутри нас, да, есть вот эта потребность близости. И если мы с вами были созданы по образу и подобию Божию, а мы были созданы по образу и подобию Божию, то вот эта потребность, да, в близости, она очень важна, да, чтобы эта потребность была восполнена. И мы сегодня поговорим, буквально постараемся недолго говорить, поговорим о том, насколько мы, будучи как Божьи дети, да, что мы были благословлены всем необходимым для того, чтобы переживать близость. Не просто иметь взаимоотношения, не просто иметь родственное отношение в теле Иисуса Христа, и также родственное отношение с Богом, потому что мы Его дети. Иисус Христос наш по Писанию, да, Он наш, Он глава нового творения, Он наш как брат старший, да. Но мы были созданы не просто для отношений, мы были созданы для близости. И это то, что мы не всегда, на самом деле, понимаем и не думаем даже, да, что именно это, именно это цель Божия. Потому что религиозное сознание человека, оно всегда находится на уровне оправдания и желания угодить, угодить Всевышнему, угодить людям, да, мы пытаемся это делать. И когда это происходит, когда люди живут тем, что они пытаются угождать друг другу, то есть они на самом деле никогда не могут по-настоящему открыть свою душу. Потому что, почему? Потому что они боятся быть осужденными или непонятными. И поэтому для того, чтобы между двумя людьми, да, скажем так, да, возникла полная, возникла настоящая близость, да, я не говорю сейчас о физической близости, да, что возникла близость, да, необходимо доверие. Другими словами, когда один человек перед другим человеком готов обнажить свою душу настолько, да, что он готов быть уязвленным, он доверяет свою жизнь, да, он кладет буквально этому человеку в его руки свои тайны. И для этого нужно иметь огромнейшее доверие, чтобы тот другой человек, он был таким человеком, который тебя не сдаст, который тебя, который будет ценить, да, вот этот дар, дар этой дружбы, дар этой близости. И, да, и почему нам трудно вообще порой связать вообще даже понятие близости, общения с нашим Господом? Потому что мы, опять же, мы опять в нашем религиозном понимании, очень часто мы движимы к тому, что мы здесь на земле сотворены для того, чтобы Бог нас использовал. мы должны быть его инструментом, мы созданы для того, чтобы исполнить все его заповеди, мы созданы для того, чтобы быть его слугами и рабами, да, и так далее, и так далее. То есть список бесконечен, да. И когда мы оперируем, да, вот всеми вот этими понятиями, то вообще понятие близости кажется здесь несовместимым. И я думаю, что мы, читая внимательно Писание Божие, мы действительно, если мы понимаем, что вот это есть и есть тема, да, тема нашего Господа, да, что вот это основная истина, из которой исходит, и которые, которые, как бы, вот эти все другие истины, да, они вместе встречаются, да, в этой удивительной истине, да. Давайте вспомним историю плодного сына. Мы нередко вспоминаем эту историю в наших проповедях, потому что она, как бы, открывает нам глаза на многие грани действительно взаимоотношения, на наше взаимоотношение с Богом. Ни один из сыновей этого отца, они не имели близости с отцом. Они по-настоящему его не знали. Один ушел, прожил свою жизнь беспутно, как говорится, просадил все свое наследство и вернулся, да, чтобы только стать слугою своему отцу. Другой же, на самом деле, все время был в доме своего отца, и он служил ему верно, делал все, что он считал, он должен был, как порядочный сын. Но он жил вот в этом, в этой, можно сказать, такой вот обиде на своего отца, потому что он считал, что отец для него жалеет чего-то, и он не хочет ему дать чего-то. И насколько было удивительно, да, вот во всей этой истории, в истории первого и второго сына, и когда вернулся блудный сын, скрылось много, для них, для обоих этих сыновей, скрылась вообще истина об отце. Они до этого не понимали вообще, кто такой, какой у них отец. Один не понимал, как отец его любит, незаслуженно, пока тот все не потерял, и он вернулся, и он был восстановлен. Другой не понимал, как его отец любит, когда он был в его собственном доме, в то время, как старший сын, единственное, о чем он думал, он думал о том, как угодить своему отцу, но так и не имел близости с своим отцом. Он не мог разделить радости своего отца по поводу самого младшего сына, да. То есть, когда отец был так счастлив к возвращению сына, старший брат не мог отрожить отца. Это был вопрос близости, потому что вот это было сердце отца. И старший сын этого не понимал. Он был с этим в корне не согласен. И вот заметили ли вы, да, на самом деле, что спустя годы, да, сколько бы вы не были верующим человеком, и особенно это важно для тех, кто уже давно в вере, потому что мы можем начать думать, как старший брат. Мы начинаем думать о том, как мы угождаем Богу, сколько мы делаем для Господа. И когда вдруг есть какой-то верующий, который абсолютно не заслуживает милости, милосердия, любви, и он возвращается в лона отца, и у отца невероятная радость, у ангелов радость. Но мы смотрим на это, и мы говорим, он не достоин этого, он не достоин этой любви, и не достоин этого внимания. Это многое говорит о том, как далеко мы отошли от сердца отца. И вся вообще, я верю, наша вообще практика духовная, она должна вести нас к этому, она должна вести нас к близости. Знание Библии само по себе нам дано не ради знания Библии. Еще раз хочу сказать, знание Библии не дано нам, и оно не нужно нам просто ради знания. То есть мы не познаем Библию просто для того, чтобы просто ее знать, что там не написано. Мы молимся не ради того, чтобы сказать, я молился. Мы поклоняемся Богу не ради поклонения. Мы служим не ради служения. То есть это все, скажем так, видимые внешние вещи, которые может совершать любой человек, в принципе. И когда Иисус в 6 главе, Он обращается к фарисеям, которые все это делали, они давали десятину, они постились и молились. Библию они знали очень хорошо. Но все это, на самом деле, никак не привело их к самому главному, не привело их к близости с Отцом. Потому что они были, они заострились все свое внимание на внешней праведности. Внешняя праведность. Иисус полностью разбил в пух и прах вот эту внешнюю праведность. И Он сказал, что да, вы можете все это делать. Вы можете молиться, вы можете поститься, вы можете давать десятую часть. Вы все это можете делать. И вы получите, скорее всего, да, вы получите признание и внимание людей. И Он говорит, и это вся ваша награда. Это вся ваша награда. Дорогой мой брат, дорогая сестра, вот ты готов, ты готова, да, к тому, чтобы получить награду только на земле. И не получить никакой награды на небесах. Такое возможно. Если смыслом, да, твоей жизни является твоя внешняя праведность. Когда ты смотришь на себя и говоришь, я праведен. Я читаю Библию, я праведен. А вот ты не читаешь Библию, ты, значит, не праведен. Я молюсь, значит, я праведен. А ты молишься? Сколько ты времени молишься? И вообще, даже сам вопрос, который мы задаем. А сколько ты даешь денег? Сколько ты даешь денег? Я даю десятую часть. А ты сколько даешь? Не даешь десятую часть? Ну, значит, ты не такой праведный, как я. Я понимаю, что ты, наверное, хочешь давать. Но я даю, я даю, поэтому я праведен. И Иисус поставил этот вопрос таким образом, чтобы человек, который совершает вот эти праведные дела, чтобы он задумался, ради чего он все это совершает. Ради того, чтобы кто-то это признал на земле. Кто-то сказал, что да, молодец, какой ты хороший. Как ты хорошо служишь. Какой ты молодец. Давайте похлопаем его по плечу. Если это то, ради чего я это все делаю, ради того, чтобы кто-то узнал на самом деле, сколько я молился, сколько я прочитал, то, друзья, вы заслуживаете, я заслуживаю в таком случае, я заслуживаю похвалы, но не от Бога. Может быть, это кого-то разочарует. Да, я согласен, это может нас разочаровать. Но это очень важно понять, что молитва, по сути, это близость. И если молитва, она в моей жизни не ведет меня к близости с моим небесным Отцом, то молитва – это просто моя работа. Это мое упражнение, которое я делаю. Знаете, как зарядку сделал. Ох, какой я молодец, я помолился. Да, спасибо. Какой я молитвенник, да. То есть, я теряю смысл. Смысл молитвы потерян. Молитва – это не мое служение, это не моя работа. Да. Молитва – это любовь. Когда я думаю о близости с моей женой, я думаю об общении с ней. Я думаю о том, как мое общение с ней даст ей почувствовать мою заботу и любовь. Как мое общение с ней сделает нас ближе друг к другу. Как мое общение с ней даст нам лучше узнать друг друга и быть ближе друг к другу. Вот это, в принципе, и есть суть общения. Суть общения, чтобы вы и я могли пережить глубину близости. Как апостол Павел молился за верующих в Ефесянах. Мы можем прочитать сегодня этот отрывочек из послания к Ефесянам 3 главе. Он молился о том, чтобы святые в Ефесе. Чтобы мы со всем святым народом. Тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем народом Божьим постигнуть широту и длину, и высоту и глубину любви Христа. И познать ее, хотя она превосходит всякое понимание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Ух ты! Вот какая интересная цель у Бога. Чтобы мы достигли полноты совершенства Бога. Каким образом? Прочитаем, давайте это еще раз, в 18 стихе. Мы тогда сможем постигнуть, достигнем полноты совершенства Бога. Когда постигнем превосходящую разумение, любовь к Христу. И для чего эта любовь пришла в нашу жизнь? Эта любовь пришла, чтобы привести нас в состояние близости. Молитва – это о близости. Библия, друзья, это о близости. Поклонение наше – это о близости, для близости. Служение наше – это для того, чтобы мы пережили близость, присутствие, близость и общение с нашим Господом. Дары – это все для близости. Друзья, как здорово, что мы были сотворены для близости. И спустя годы, как мы уже снова хотим сказать сегодня, да, так важно, чтобы мы не остановились. Чтобы мы не сказали сами себе, как недавно мне написал один друг, это я уже все прошел. Это я уже, мне это не надо. Да, хорошо. Значит, какой я могу сделать, если я считаю так, что да, все, я уже как бы всему, чему я мог, научился, Бога я раскрыл. И, в принципе, мне это больше не надо, да. Но чем больше мы, как бы, делаем шагов, да, действительно в настоящих отношениях с Богом, тем мы больше понимаем, что мы не понимаем, как нам должно понять. Мы не знаем ничего, как должно знать. И мы не можем хвалиться, да, в том, что я что-то знаю. Потому что если это что-то я знаю, если я начинаю хвалиться этим, тогда я опять перехожу, да, вот это, на уровень, да, внешней праведности. И я теряю, да, смысл, я теряю это смысл, для чего все это дано было. Это дано было для близости. И когда вы переживаете эту близость, эта близость становится заразной, становится заразительной, скажем так, давайте. Видите, она касается других людей, они чувствуют, да, что ваши слова, которые вы говорите, они не просто сказаны формально. В них есть что-то, да, что вы пережили, да, с вашим Господом. И даже испытания, которые вы проходите, вы можете сказать, ради чего мне эти испытания, я хочу опять снова вернуться к тому же, ради чего нам нужны эти испытания. Опять же, для близости. Павел Апостол пишет, что я хочу познать Его. Давайте мы перефразируем, да, если так можно сказать. Я хочу близости с Ним. Я хочу познать Его. Когда говорится познать Его, я хочу и близости с Ним. Я хочу познать Его и силу воскресения Его, и участия в страданиях Его. То есть, все, что Бог допускает в нашу жизнь, Он допускает это, опять же, для того, чтобы мы могли пережить Господа. Чтобы у нас действительно было живое общение. Не просто получить опыт или опыты с Богом, но чтобы Бог Сам для нас стал вот той привлекательной личностью, глубина которой для нас неиссякаема. И когда мы слышим о переживаниях святых, о каких-то чудесах, о великих делах Божьих, и мы свидетельствуем о них, и это важно, чтобы мы свидетельствовали о них. Но смысл, да, всего этого, не для того, чтобы мы пытались искать опытов с Богом. Я хочу, чтобы у меня было побольше опытов с Богом, каких-то чудес и переживаний. Зачем они опять? Вопрос задаем. Зачем? Для того, чтобы просто взволновать нашу душу и дать нам повышенный, да, повышенный уровень эмоций каких-то, да? Зачем это дано? Я верю, что это дано, чтобы личность Бога и личность Его Дитя соединились вместе, настолько близко, чтобы Дитя Божие не осознавало себя уже отдельно от своего Отца, чтобы все происходящее в его жизни и в ее жизни, это было одно единое Божие сознание. И я верю, что именно для этого, да, в нас, да, нам был дан дар Святого Духа. И вот как удивительно, да, в заключение хочу сказать, как удивительно на самом деле, что на последней вечере, когда Иисус говорит со своими учениками, Он говорит об обетовании Святого Духа. И вот этот язык, да, которым, которым Он ободряет своих учеников, Он говорит им, что это для них хорошо. Что Он умолит Отца, и Отец пошлет им Утешителя, такого, как Он. То есть, Он на самом деле должен был пойти на крест, Он должен был вознесись, Он должен был совершить, да, искупление для нас. Он не мог оставаться, Он не собирался устанавливать Царство Израиля, для Израиля, Царство на земле в тот момент. Но Он сказал, что придет Дух. Отец пошлет Духа Святого. И Он называет, Он дает Ему имя Духу Святому. Он называет Его Параклетос. Параклетос. И на греческом языке это слово означает, техническое слово, оно означает, что кто-то призванный стоять рядом с Вами и быть Вашим помощником. А давайте подумаем об этом. Кто-то, кто был призван быть рядом с Вами и быть Вашим помощником. У Вас есть кто-то такой в жизни? Вот Вы можете представить такого человека, да, который вот все время находится с Вами. И вот он, вот это Ваш помощник. У нас есть, говорим, наша жена, это наш помощник. Помощница наша. Есть помощник, там, не знаю, депутата, например. Потому что он очень занятый, занятой человек, много деталей у него, у него есть помощник. То есть это та личность, да, которая находится всегда рядом. Он призван быть рядом с Вами, потому что он понимает, что у Вас есть нужды. И в данном случае, да, эта иллюстрация на самом деле не совершенно для нас, да, если сравниваю это с депутатом, да, потому что депутат он начальник, да, помощник он как бы ниже, ниже своего начальника. В этом смысле Дух Святой это совершенно по-другому. Мы не являемся начальниками, мы не приказчики Духа Святого. На самом деле он является начальником, а мы те с Вами, которые нуждаются в его помощи, мы нуждаемся в нем. И в других переводах это слово описывают как советник, утешитель у нас по-русски, адвокат, тот, кто ободряет, ходатай. Но с ирамейского языка это слово даже может означать спаситель. Ирамейское слово параклета, которое было взято из двух слов. Праг, что означает закончить или спасти, и второе слово лита, что означает проклятие. То есть параклета – это тот, кто спасает от проклятия. То есть он называется, да, вот этим именем. Вот кто такой, вот такой Святой Дух. Вот его роль в моей жизни. То есть это не просто сила, это не просто Дух, который сошел в момент моего рождения, дал мне рождение в Семью Божию, крестил меня в Церковь Христову, в Тело Христово, я стал Семеном Христово, и затем все. Он, как говорят, самоликвидировался. То есть я потом страдаю ради Бога, я стараюсь теперь своими силами, как только могу, да, всеми зубами, всеми фибрами своими, я теперь дальше служу для Бога. И когда нужна мне его помощь, вот тогда я зову его на помощь, да, а все остальное я как бы сам несу крест свой, я несу, я страдаю для Бога, я служу Ему, несу плоды Ему. Вот только, только как бы держись, да. И Иисус говорит, что я пошлю вам такого Утешителя, такого, как Я. Такого, то есть Его природа, Его характер, да, Он таков же, как, таковы же, как природа Христа. Вот такой у нас Утешитель. И Он тот, кто, Иисус сказал, что Он будет наставлять нас на истину, потому что Он есть Дух Истин. Он нам будет напоминать слова, Он нас будет учить. Он наш Учитель. Он не только нас спас для вечности, не только дал нам вечное спасение, но Он является нашим Учителем. И не только, когда мы сидим на собрании в церкви или мы слушаем проповедь, как сейчас, Он не только в эти минуты является нашим Учителем. Он является нашим Учителем всегда, в любых обстоятельствах, в любое время, Он тот, кто всегда рядом с нами. Он на самом деле не только рядом с нами, Он тот, кто находится внутри нас. И Иоанна 14 глава, стих 16-17, «Я умолю Отца и даст вам другого Спасителя, Духа Истины, Духа Святого Истины, который будет вашим другом, так же, как я, который вас не оставит. Мир потому не принимает его, потому что не видит его и не знает его. Но вы знаете его близко, потому что он пребывает с вами и будет внутри вас». Итак, зачем вошел Дух Святой в нас? Опять я верю, для близости. Вот его цель. Его цель не для того, чтобы нас использовать. И меня вообще коробит даже... Я раньше тоже сам использовал это слово. Но меня иногда просто коробит, когда кто-то говорит, «Бог хочет вас использовать». Вот давайте представьте, я говорю, я хочу... Можно попользоваться вами? Вот как вообще у вас... Какие вызывают вас ощущения, да, это слово «использовать»? Само, да, это слово, это значит, что я использую тебя, я использую тебя, да? То есть я просто использую тебя для своей выгоды. Когда вообще используется это слово «использовать», да? То есть обычно это имеет... Имеет само в себе, да, это слово, да, имеет для нас негативный оттенок. Что-то отрицательное, нежелательное для нас. Когда кто-то нас использует, нам становится от этого больно и горько. И я хочу сказать, что без переживания близости с Господом вы и я будем чувствовать себя использованными. Это вот так и будет происходить. Вот как мы верим, да, что Он хочет нас использовать, так мы будем себя ощущать. Но если мы верим, что Он сотворил нас для близости, то тогда Бог не использует меня. Он не использует меня. Все, что... Всю волю, которую я совершаю, да, и совершается в моей жизни, она совершается в общении с Ним, в непрерывном общении. Потому что Он пришел, Он сказал, Он пришел быть вашим другом, Он пришел быть тем, кто спасает вас от проклятия. И от последствий... Крест, да, пришел для того, что... Крест Иисуса Христа был для того, чтобы снять с нас проклятие закона. Что верующий теперь не находится под законом, но под благодатью. Он посажен в Иисусе Христе. И Христос находится внутри него. Он запечатлен обетованным Святым Духом. Он полностью защищен вообще со всех сторон. То есть это настолько... Такая защищенность, это высшего уровня защищенность. Потому что это спасение Божие. И Дух Святой пришел в нашу жизнь для того, чтобы свидетельствовать нам, Римлянам 8.15, быть свидетелем того, что мы с вами дети Его. И если мы где-то, да, отступаем от Отца, то мы огорчаем этот Дух, мы оскорбляем этот Дух. Апостол Павел говорит в Ефесянам 4 главе, стих 29, он говорит, «Не оскорбляйте Духа, которым вы были запечатлены». И он говорит это в контексте слов. Когда верующий говорит грубые слова, или гнилые слова исходят из его уст, они огорчают Дух, который находится в нас. Это огорчает его личность. Это вот все равно, что, да, два человека, да, общаются, и он говорит в его адрес гнилые слова, противные слова. Он его, ну, не ставит его ни во что. То есть, как этот человек должен себя чувствовать? Можем ли мы сказать ему, «Эй, да все равно, ну, забей, ладно, все, я тебя люблю». Нет, для того, чтобы близость сохранилась и продолжалась, этому человеку надо сказать, «Слушай, брат, прости меня. Я был неправ. Сестра, прости меня. Я чувствую, что мои слова тебя ранили». Слова могут ранить. Нам надо быть очень осторожными, да, с нашими словами. Мы не можем вот просто, как бы, бросаться словами, думать, что мы всегда правы. Нет, мы не всегда можем быть правы. Мы не всегда можем понять, как тот человек читает, другой человек читает наши слова. Чтобы наше отношение с другим человеком, чтобы он не, как бы, слушая нас, чтобы он не ощущал, что ты над ним, что ты выше его, что ты лучше его, что ты важнее его. Напротив, да, апостол Павел, филиппийцам, глава 2, он говорит об этом. Потому что в церкви Филиппа была, да, это была нужда в понимании, что такое смирение. Стих 4, 3-4 стих. «Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия». Смотрите, что интересно. «Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других». И он говорит дальше. «Пусть мысли и чувства ваши друг друга будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил, и так был послушен, что принял и саму смерть, смерть на кресте». То есть, если я, да, как верующий человек, да, ну, например, скажем, я верующий уже 30 лет, я вижу другого человека, который может быть верующий 3 года, или 1 год, или 5 лет. То есть, у меня, естественно, может возникнуть, ну, мне 30 лет во Христе, ну, я важнее, я выше тебя, потому что я, ну, 30 лет, ну, куда же, ну, куда же денешься-то, да, от 30 лет. Это же, ну, это же срок, простите, да, за такой зарказм. Но здесь, да, мы видим, как бы, сердце Павла, апостола, это на самом деле было сердце Христа. И он очень часто, да, на самом деле, вот это показывает в том, как он служил святым Фессалоникам, Филиппах, Ефесянам, Коринфинам, то есть, всем верующим, даже, которые были часто младенцами просто, но он был для них как отец, как папа, который понимал, да, то есть, он мог просто взять, давайте, своей властью, он просто мог их просто раздавить. Он говорит, мы могли, он говорит, мы могли явиться к вам, вы знаете, вы знаете, как такие важные апостолы. Он говорит, ну, мы смиренно трудились среди вас, никого из вас не обременяя, не ища ничего от вас. То есть, вот было сердце, да, вот это сердце, да, когда я не ищу от тебя выгоды. Я не хочу, я не ищу того, чтобы тебя использовать как-то для какой-то своей выгоды, для какой-то своей цели. И я как служитель, да, Божий, да, то есть, я могу служить по разным, да, причинам. Я хочу, например, услышать, чтобы у меня была большая церковь, например, чтобы могли сказать, смотрите, у Павла, какая у него церковь большая. И, конечно же, это добавит мне немножко веса. Да, смотрите, какая церковь у него большая, да, например, сколько его людей слушают, да, какие у него служения, там, и так далее. И, то есть, или мы служим, потому что мы любим людей, потому что мы хотим, чтобы эти люди, да, которым мы служим, чтобы в них, в их жизни произошло освобождение, чтобы они пережили близость с Богом. И я хочу сказать, что это не происходит просто лишь за раз, там, ежемоментно, один раз и навсегда. Это такой процесс, в котором нам приходится, мы иногда, мы порой идем как во тьме, мы не понимаем, что происходит. Нам приходится падать, нам приходится обижаться, да, то есть, Бог допускает множество различных факторов. И даже дела зла, дела тьмы, да, сатанинского мира, да, они тоже попадают нам, попадают в наш, как бы, в наш круг общения. Дьявол допускает даже его, да, нашего противника, как это было в случае с апостолом Павлом, помните, да? Он молился даже, просил Господа, чтобы это жало было удалено от него. Ангел сатаны, да, его мучил. И Господь сказал, нет, достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И апостол Павел после этого говорит, «Я хвалюсь своими немощами». Я хвалюсь своими немощами. Я хочу сказать, что нет такой доктрины хваления немощами. То есть, вы не можете научиться хвалиться немощами, лишь потому что я вас научил этому. Этому вас может научить только Дух Святой. когда вы, как апостол Павел, придете к Господу, трижды помолитесь хотя бы и скажете Богу что-то, да, вот в этом относительно вашего жала. И Бог вам откроет вот эту истину о том, что его сила совершается в немощи. После вот этих всех испытаний и трудностей, и гонений, как это было в жизни Павла. И он пришел к этому заключению, что все, у меня вот, вот выход в моих немощах, в моих бедах и гонениях, преследованиях. Я хвалюсь немощами своими. Я не стану, я не, как по-русски сказать, я не буду стонать их и жаловаться, да, какие-то, какие-то немощи. То есть до какого-то момента, да, у него было это, вот это вот стинание, страдание по поводу этого жала. Он молился. И вот в этой близости Господь ему открыл. И вот пусть, вот что бы сейчас, через что бы вы прямо сейчас не проходили, какое бы у вас сейчас не было жало, жало, знаете, друзья, это жало для вас, чтобы вы и я узнали так нашего Бога, как никогда. Если у вас есть желание быть мужем или женщиной по сердцу Бога, то это будет, и у вас есть желание, да, и вы просите Господа, чтобы Он глубже и дальше вас ввел в общение, потому что глубины Божьи, это на самом деле глубины Его любви, глубины Его мудрости, с которой Он действует в этом мире. И это Он приготовил для сынов и дочерей своих, для сынов и дочерей, которые встали на путь вот этой зрелости и доверия. Друзья, спасибо, спасибо Богу за Духа Святого сегодня. И я даже могу сказать, да, что нахожусь сам в таком вот состоянии своем внутреннем, когда я просто... я хочу, чтобы Он просветил все, просветил все. И есть области, в которых я знаю, что я мог угасить этого Духа. И если вы знаете, да, что что-то происходит в вашей жизни, да, что есть вещи, которые угошают Дух или оскорбляют его, Друзья, вот в этой степени, да, Дух Святой для нас будет просто абстрактной личностью. Мы знаем, что Он там, мы знаем, что Он внутри нас, но мы не переживаем этого общения, не переживаем этой близости, потому что есть вещи, которые, возможно, Его ранили. И не будем просто с этим фамильярны, будем говорить, ну, все по благодати. Мы по благодати восстановлены. Но чтобы нам быть восстановлены, нам нужно, нам очень необходимо, чтобы Господь проверил, верили мы. И чтобы Он исследовал любую область. И чтобы мы были, чтобы открыты для этого. Чтобы мы не защищались. И сказали, ну, это я не виноват, это все другие люди виноваты, да, из-за того, что у меня эти проблемы. Да, апостол Павел мог бы вот так встать, да, вот, надо бы и сказать, это другие виноваты, это иудеи виноваты все, что у меня такие проблемы. Он сказал, нет, это все от Бога, все от Бога. И поэтому я буду хвалиться этими немощными, потому что когда я немощен, он говорит, тогда я силен. И вот что бы вас ни делало сегодня немощным, пусть через это вы узнаете его силы, насколько эта сила велика. Спасибо, друзья, спасибо. Я надеюсь, что эти слова придали вам ободрение, смысл, и чтобы вы, мы с вами вместе, были наполнены. Может быть, сделайте небольшую прогулочку с Господом. Выйдите как бы навстречу к Нему, поклонитесь перед Ним. Для того, чтобы вы не уповали на свою праведность, на то, что вы заработали, будучи служителем. Потому что вся ваша и моя награда, это потому что Он дал нам благодать для этого. Он дал нам для этого силу, дал нам для этого любовь. И так здорово, что именно Он прославляется больше всего, когда мы проходим за какое-то сокрушение или смирение. Потому что я верю, что Он ищет, Бог не ищет сильное и идеальное, но Он ищет сокрушенное и смиренное. И в этом состоянии мы действительно можем быть очень, мы можем быть настоящими, мы можем быть простыми, мы можем быть нерелигиозными. Ты прекрасней всяких описаний, Ты единственный Господь, Превыше наших ожиданий, Ты единый всемогущий Бог, Не постичь нам вечную мудрость, Не познать глубин до любви. Мы, Ты прекрасней всяких описаний, Ты, Господь и Царь земли. Стоим мы в изумлении, С хвалой и в поклонении, Святый Бог тебе хвалу поем, Мы в поклонении. Ты прекрасней всяких описаний, Ты единственный Господь, Ты прекрасней всяких описаний, Ты единственный всемогущий Бог, Не постичь нам вечную мудрость, Не познать глубин до любви. Ты прекрасней наших ожиданий, Ты, Господь и Царь земли. Стоим мы в изумлении, С хвалой и в поклонении, Святый Бог тебе хвалу поем, Мы в поклонении. Стоим мы в изумлении, С хвалой и в поклонении, Святый Бог тебе хвалу поем, Мы в поклонении. Святый Бог тебе хвалу поем, Мы в поклонении. Как здорово, да, что Сын Божий пришел, Чтобы нас привести в лоно Отца. Он просто за ручку нас взял И привел нас к Отцу. И как здорово, что Дух Святой Вошел внутри нас, И пребывает внутри нас. Вот насколько вообще Бог Мог бы быть ближе к вам и ко мне, Чем сейчас. Это невозможно по-другому, да. Да, мы это принимаем в веры, Но разве мы не имеем эти духовные чувства, Разве мы не видим, да, И не осознаем, да, От себя как детьми Божьими, Прощенными детьми Божьими, Искупленными, Наделенными Божьим присутствием. Откуда мы это знаем? Мы знаем это потому, что Внутри нас живет этот Дух. И это великая вообще тайна. И пусть Бог поможет вам, друзья, Переживать эту тайну Изо дня в день, изо дня в день. Потому что Дух Святой Это настоящая, это живая личность. Он не просто написал Библию, Он написал Библию для того, Чтобы вы могли иметь близость с Ним. Он дал вам молитву, Не для того, чтобы вы и я Формально могли молиться, Говорить слова какие-то, да, И потом просто думать потом по-другому, И жить по-другому. Нет, Он дал нам молитву, Потому что молитва это и есть близость. И Он хочет, чтобы в этой молитве Его личность для вас стала самой драгоценной, Ради которой вообще вы живете. И это как, вы знаете, влюбленная женщина, да, Или мужчина молодой. Не обязательно молодой. Когда он влюблен, он не может ни о ком другом думать, да. Или она не может о другом думать. Она думает о Нем, Он думает о ней. Потому что Он настолько, Он или она, они настолько дороги Ему. И пусть Он будет для вас вот этой драгоценностью. Господь ваша и моя драгоценность. Господь, Он ваша и моя драгоценность. Драгоценность, 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 драгоценность. Потому что Он так любит вас и любит меня. И потому что мы стали Его драгоценностью, да. Ради которой Он пошел на этот крест. Он доказал, что это любовь. Поэтому мы здесь сегодня. Слава Богу. Пусть вас Бог хранит и благословит. И будем на связи, братья и сестры. Пишите ваши комментарии. Делитесь вот той радостью, которую вы имеете в своем сердце. Делитесь этой радостью. И пусть ваши сердца будут наполнены всею полнотой Божией. Аминь. Все. С Богом. И до новых встреч. Пока.